Я рада вас приветствовать на моем канале Елена Яковлева Вяжет. И я сегодня вам покажу, что я вяжу, с чем справляюсь, с чем не очень. Мы посмотрим о средствах, которые помогают нам хранить пряжу или вязаные изделия, об украшениях. И самое главное, я покажу, как из майки, из черной, сделать вот такую вот блузку. Ну и совсем немножко я уделю украшению. Вот этот топ теперь уже с рукавами, с махеровыми. Поговорим подробно. Я хочу прямо на ваших глазах превратить в вечерний наряд. Я одену мишку. Ну да, покажу вам сначала его. Вот такой трогательный, немножко с детским, с детским таким эмоциональным посылом, аксессуар. Я очень редко его одеваю блестящий. Я сильно много блестящих вещей, не люблю. Мне кажется, они обязывают нас сильно или не очень. И вот для вас специально я нарядилась в этого мишка. У меня был топ. И так как у меня три пиджака, жакеты это для женщин, пиджаки для мужчин, у меня было три жакета черного цвета. Я не смогла одевать, носить этот топ по этой причине, что они сливались в унисон. И так он у меня пролежал много-много лет, пока я не решила спрятать руки, что очень люблю делать, и надвязать из махера ему пышные рукава. Мне нравится визуально смотреть на женские фигуры, когда есть контраст, разница между бедрами и талией. Поэтому я стремилась всегда в моих изделиях. И вот в пуловере Ингрид. Также я решила подчеркнуть кушаком талию. И, собственно, во многих моих изделиях, вязаных, я стремлюсь это делать. И так как топ уже был трикотажный, с такой вот текстурой лапша, так называемой, то мне осталось всего-навсего связать пышные рукава, которые бы в выгодном свете подчеркивали талию. И что же я сделала? По вот этой вот линии я набрала крючком, набирала из махера, не знаю, как они называются, воздушные, наверное, петли. Я крючком просто не вяжу и терминологией не владею. И я потом перенесла это, переносила, чуть-чуть наберу на крючок, переношу на спицу, на круговые, 4,5 мм. Именно с таких спиц я начала вязать эти рукава. Через 10 рядов это были уже 5 мм спицы, потом это были спицы 5,5 и 6. И вот в самом широком месте 6 мм. И вот самая задача для меня всегда, если это парные какие-то элементы, то мне надо связать синхронно, я одеваю маркеры там, где начинаю менять спицы или какие-то манипуляции делать, чтобы мне было легче ориентироваться со второй частью этого элемента. То есть один рукав я так сделала, и второй закрывала иглой. Они не узкие, они все равно широкие, но идут, так скажем, на уменьшение длины. И в каждой четвертой петли я провязывала их вместе, чтобы уменьшить количество. Резинка связанная здесь один на один. Не хитрое, знаете ли, вот это было дело. Отдыхательное, потому что на сегодняшний день у меня сразу 4 проекта. Сегодня мы посмотрим всего один мой вязальный проект. По одной простой причине, что мне иногда надо менять цвета для глаз, чтобы было удобно. Менять иногда стиль вязания, технику. Так скажем, делать себе смену обстановки вязальной. И торопилась, чтобы вам показать, скорее похвастаться. Потому что, надеюсь, скоро погода уже будет способствовать тому, что я смогу вот в этом еще и ходить на улицу. Ну, на улицу я пойду уже, конечно, без этого Мишки. Для вас сегодня я нарядилась с ним вместе. А так-то вот, собственно, получается у меня готов почти повседневный топ. Почему почти? Ну, потому что он обязывает из-за формы, что это все-таки, ну, не на пробежку, не на прогулку такую повседневную в стиле кэжуал. Для тех, кто боится иностранных слов, я могу кэжуал от себя перевести или интерпретировать как повседневный, обычный или обыденный. И давайте-ка я покажу кофточку, с которой я немножечко подзатянула. И вот как раз сейчас настало само то время, когда уже можно ее быстро довязать. И в связи с вязанием вот этой детской кофты для Теи, это моя младшая внучка, вот рукав, видите, я уже заканчиваю. Вот про какие маркеры я вам вещала и говорила, что ими я отмечаю места, где я делаю какие-то манипуляции. В данном случае это убавление петель. И вот как выглядит до того, как я набрала на рукава, маркерами тоже другими только отмечено, где начинается рисунок. Это вот такой вот именно шишечками. Этот же рисунок я использовала на чепчиках своих. Знаете, на ярмарке мастеров самая посещаемая страница с товарами у меня на ярмарке мастеров. Это именно боди для новорожденных. Вот и рюшки такие же. Здесь на кофте, как и на этом боди. И чепчик. И вот здесь соединились в этой кофточке и узор от чепчика, вот, пожалуйста, он такой. И с шишечками. И вот рюшки. На одной стороне я уже успела сделать три ряда рюшек. Кофту попросила супруга моего, сыночка, говорит, сделайте, пожалуйста, подлиннее. Пришлось поэтому распустить то, что было сделано. Знаете, такая не очень удлиненная была кофта. Вот она была, может быть, вот такой вот длины до вторых рюш. Вот так. Она попросила, чтобы была кофточка подлиннее. Ну, охота пуще неволи. Я быстренько, значит, все это распустила. И до какого-то уровня, да, и надвязала. Вот получилось такой удлиненный детский кардиган на два годика. Вот здесь будут фонарики, рукава. И вот про планки сегодня говорить не будем. Предыдущие два ролика, если вам интересно, посмотрите. Полемика в комментариях. Моя дискуссия, рассуждение на тему, что на самом деле является цельно вязанной планкой. Вот здесь она как раз цельно вязанная. Реглан сверху. Начинаем отсюда вязать. Потом вяжем одновременно и по кругу, не по кругу, а цельное. Видите, здесь нет швов абсолютно. Вяжем одновременно и отверстие для пуговицы. Сразу ввязываем пуговицы. Пуговицы ввязываются по уроку. Он есть на моем канале. Открывайте плейлисты. И там есть в плейлистах название уроки вязания. Ну, не поленитесь, посмотрите, если вам это интересно. И, кстати, еще в описании к каждому ролику есть ссылки. То есть надо нажать кнопочку «Еще», и там открывается бесконечный, знаете ли, такой путеводитель к Александру Пронину. Путеводитель на мою страницу ВКонтакте, где у меня магазин, где можно посмотреть, какие у меня есть мастер-классы. И давайте посмотрим сейчас по поводу рюшек. Для тех, кто не знаком, как их делать, да, вот очень удобно как раз сейчас посмотреть. Вот такая дорожка из изнаночного одного ряда. И в обе петельки бороздки, которые видны, можно посмотреть более крупнее. Я как раз привязываю, ввязываю махир, в данном случае кедмахир из Ализе. Вот подобрала только он, этот цвет подходил к моей потрясающей ангоре. И из магазина, кстати, Небабушка. Небабушка когда-то торговала достаточно давно бобинной пряжей. И вот урвала такой коралловый цвет. Мне он очень нравится и для детских изделий, и для... Не для детских изделий, он очень освежает. И вот моя помада часто бывает коралловая. И вот такая техника привязывания вот этих рюшек. Кстати, если делать V-образный вырез где-то на какой-то... Вот, допустим, и к этой кофте можно было пришпандорить вместо рукавов, допустим, оставить ее вот майкой, да, можно было пришпандорить вот эти вот рюшки. Почему я говорю про рюшки, про рукава? Потому что мы те вещи, которые для нас стали, может быть, унылыми, хотя мы их еще и не носили, они уже стали унылыми, мы можем дать им вторую жизнь, второе дыхание, второе прочтение. И вот такой кофтой как раз стала вот эта вот моя мысль создания пышных рукавов. Мне это нравилось, когда они входили в моду, выходили. То есть мне пышные рукава нравятся очень сильно, потому что любая рука смотрится изящно и тонко вот в таком вот большом-большом объемном облаке. И я хотела показать сейчас вам один лайфхак. Я думала, это мой лайфхак. Оказывается, это лайфхак Александра Пронина. Ну, его так его. Сейчас я вам покажу, что же делать, как же быть. Я, с вашего позволения, кофточку убираю, да? Вот мы посмотрели. Вот еще посмотрим на обратную сторону, что здесь нет места от пришивания пуговиц. Не устаю об этом говорить. Мой собственный способ, хотя, может быть, он существовал где-то, я придумала, как их ввязывать. Мы убираем кофту и достаем секретик. Вот так выглядит мое вязание. Посмотрите, вот так выглядит вязание. Если эта бобина стоит на одном уровне, так скажем, с моим вязанием. Вот если так происходит. И когда у меня есть необходимость поставить мою бобинку на пол, то получается, что нитка будет стягиваться вверх и получать дополнительную скрутку. Я об этом тоже очень много роликов сняла, показала вам свое мнение. И почему этого делать нельзя? Потому что уже количество скруток на метр уже задала фабрика. Поэтому здесь ее менять, эту характеристику, не было бы правильным. А так как я заняла весь диван, я вам сказала, у меня 6 проектов, и я сидела, выбирала на выходные, что же мне сейчас, на чем отдохнуть. И вот, я такая думаю, ну если я вот в этот вот натяжитель, держатель, или как он там еще можно назвать, поставлю на пол, но я сейчас не буду это демонстрировать, вам поверьте мне на слово, и буду стягивать нитку с пола вверх, то у меня вот этой дополнительной скрутки происходить не будет. Очень удобно. Я думала, я хитрость открыла, поговорила с Александром. Оказывается, у него есть ролики на эту тему, где он советует, если вам нужно перемотать какую-то пряжу с пола, или, допустим, от бобины отмотать сколько-то, ну ставьте, пожалуйста, на пол эту бобину, только надо вот через этот держатель опустить, и тогда нитка не будет получать вот так, если делать дополнительные скрутки. И сейчас, коль мы затеяли разговор, я затеяла разговор про всякие секреты и лайфхаки, я покажу вам, что мне очень сильно понравилось для хранения вещей и пряжи. И я думаю, что вы тоже попробуйте и оцените мой выбор. Очень много средств. Люблю, покупаю, пробую, тестирую от Молли. Ну, у меня много наборов для пряжи, всевозможные для набора Намибия, моего кардигана. У меня наборы пряжи для зеленой горчицы, для, о, жилет с рукавами, там же красивый цвет между Тиффани и, знаете, такой вот полынью. И одним словом, да, немножко напомнила, явно, что я еще занимаюсь и созданием наборов пряжи. И так как мне надо защитить эту пряжу от вот этих вот красивых, ну, для меня совсем беспалетных созданий, то у меня много всегда было вот такой вот штуки. Она продается везде, в любом супермаркете. И, вы знаете, я вам хочу сказать, она дает очень терпкий, навязчивый запах для изделий и для пряжи. Поэтому мы это все выкидываем. Оп! И я обнаружила, что можно купить достаточно большое количество. Есть предложение по поводу спреев. И вот эти спреи обладают ненавязчивым, конечно, запахом обладают. И вот я попробовала, вот у меня почти пустой баллон, я обрабатывала бобины. Пряжу я покупаю в основном только в бобинах для того, чтобы мне потом было удобно создавать наборы, ну, каким-то образом их хранить в матках, так как там каждый 50 или 100 грамм нужно формировать узел. Хотя с этим я тоже уже борюсь. И есть ссылка на описание к ролику, где я рассказываю, как соединить без узлов пряжу. Но, тем не менее, все-таки выбираю пряжу бобинную. Вот этот вот большой-большой кардиган, длинный, метр длиной, был связан без единого узла. Но самое важное, почему именно я акцентирую в таком кардигане, что он связан без узла. Кто из вас из хлопка понимает, что такая пряжа при соединениях дает очень грубый узел, в отличие от альпаки, от махера или от других пушистых ниток. И вот этот длинный-длинный метровый кардиган был связан без единого узла. И для моей пряжи, вот мне понадобилось, для всех бобин сразу обрабатываю вот таким спреем. Почему-то не поняла я, зачем вот эта штука для другого спрея, который я тестирую. Ну, а все, какие будут мне попадаться средства от моли, если, конечно, это не примитивные какие-то таблетки или что-то вешать между вещами в гардеробе, они не работают. Я увидела даже, что один раз моль сидела прямо на этом саше благополучно и ждала какой-то от меня шестяной вещи. Терпимо сидела на этом лавандовом саше и в ожидании своей еды. Ну, вот моль прям я не видела, как разлетается. Вы же понимаете, я с ней борюсь вообще. У меня ее, наверное, мало или нет совсем. Но, тем не менее, вот такие вот конструкции, когда надо немножко побрызгать, меня устраивают гораздо больше. И я хотела сейчас вам еще показать платье, которое связано в такой же технике комбинирования материала. И расскажу вам, почему мне это нравится. Упоминала сегодня я Ингрид. И там как раз все связано только из кидмахера, вот из этого самого, из которого у меня связаны рукава. Но вот эту кокетку вот с такой петлей на спине для старшей уже внучки я решила связать по собственному описанию, изменив тоже, ну, кстати, рукава. Да, в описании немножко другие рукава. Вот спинка можете посмотреть. Вот так выглядит ванфаса мой, мой Ингрид. И я хотела специально. У меня, конечно, была такая пряжа на все платье, ну, все махеровое платье я хочу себе связать, чтобы это была такая паутинка с безограничными краями. Или силуэт такой, нечитаемый. Единственное, что будет там, конечно же, пояс широкий или корсет. Вот я задумала такое, знаете ли, себе конструкцию из махера платья Ингрид. То есть это будет не Ингрид пловер, а платье. И мне очень нравится, когда вот это вот, ну, как будто бы деревенская текстура вот этой альпаки, марка называется этой моточной пряжей Инка, Инки, перуанская альпака, сочетается вот с такой невесомой кокеткой. И как раз вот у меня возникло желание создать, когда для топа рукава, я и хотела, чтобы была разница в текстуре. Мне нравится это, попробуйте. Может быть, вам понравится и шарф связать себе на осень с разных ниток, с разных текстур. Кстати, на шарф тоже можно вот эти вот рюшки, как на кофточке коралловой, намотать на один край, который у вас обматывается, и вот здесь вот может лежать. Может быть, на шапку вы пришпандорите какой-то там, я не знаю, завиток из рюшек, который в цветочек сложите. Еще как идея мне очень нравится. Я хочу тоже ее реализовать. И возьму трикотажную кофту, свяжу отдельно рюшку, и по кругу сделаю такой цветок, розочку. Не очень будет она сбоку выпирать, или, как сказать, она будет необъемная, плоская розочка. И я вот хочу это сделать. И в следующий раз, скорее всего, уже покажу вам другой топ, но вот с такой вот розой. Хочу напомнить вам, что вы всегда можете написать мне комментарий, на который я отвечу, если он написан в корректной форме, в уважительной. Собственно, как и я к вам обращаюсь, всегда я буду рада с вами затеять какую-то дискуссию. А еще удобнее, конечно, это делать на моем телеграм-канале, где вы можете воспользоваться потрясающим количеством, гигантским количеством файлов, которые есть у нас там вязальные феи. Одна из них София. Есть еще девочки, которые щедро туда скидывают какие-то материалы, книги, схемы. Вы можете друг с другом беседовать. Да, и меня можете затащить в какую-то дискуссию, если она не конфликтная, если она, знаете ли, доброжелательная и посвящена вязанию. Да, я не занимаюсь ни пропагандой, ни агитацией, ни за что вообще. Я просто рассказываю, как я вяжу. И если вы это будете делать друг другу на моем телеграм-канале в дискуссионном клубе, именно там чат для пользователей, я буду очень признательна и рада видеть вас и в Одноклассниках, и в Яндекс.Дзен, и в моей группе ВКонтакте, и где еще. Ну, Рутуб сейчас пытаюсь как-то развивать, смотрю, какая платформа, анализирую, делаю выводы. Может быть, вам удобно на одной из них какой-то со мной побеседовать о чем-то. И, конечно, я очень рада, что нас с вами объединяет творчество, созидание. И это дает настроение, хороший, так скажем, настрой жизненный, позитивный, хотя слово позитивное не люблю. И я уверена, что мы с вами непременно увидимся в будущем. И я говорю вам пока! Субтитры сделал DimaTorzok